да вот мы пришли вернулись к вам уже с заколи здравствуй коля сделай вид что мы с тобой не здоровались только что мы не здоровались а мы здоровались с тобой не здоровались со мной здоровались все хорошо коля первый вопрос который вот как родилось название за коля хороший вопрос ну собственно когда я там участвовал в различных телевизионных проектах украинских я был под своим настоящим именем коля серга и потом я просто не занимался музыкой там начал это пробовать там не это где это была украинская фабрика звезд у кости меладзе я туда очень случайно попал я пришел просто подурачиться меня просто взяли с нами я ничего не понимаю зашел ну и собственно когда я вышел с фабрики я понял что он как бы поп музыка я тогда подумал что поп-музыка это не то чем я хотел бы заниматься и я собрал ракешную команду и чтобы как-то отделить и теснить старое имя от нового я добавил за коля серга чтобы там тегировалась по-другому там в поисковиках в ю-тубе а потом я понял что за коля серга слишком громоздко и сложно скандировать на стадионах просто за коля хорошо а почему за коля почему ты же ты же с украины да я из украины почему не ци коля почему это почему я считаю что что за коля это международный бренд объяснять каждому германию колумбии объяснять его что значит c тогда почему тебя школе почему-то доколе на русском написано если вот международные ну как бы я там вот на международное пространство но корни-то корни-то в два смычка и как бы рыбку съесть молодец слушай но я тебя у меня много вопросов к тебе и они все будут очень странные есть все ответы на один бой это мы с тобой просто пообщаемся у нас кстати вот темы сегодня мистические историю барабашки полтергейст и монстры в кровати встречалась у тебя барабашка какая-нибудь барабашка ну или полтергейст может быть ты знаешь как как изгнать полтергейста или бесы из человека да не знаю мне кажется бесы человека просят дать ему протрезвее закрыть его в холодной комнате и бес из него сам выйдет это логично отлично да да так я наверно не сторонник каких-то потусторонних комплекций и субстанций я осталась одна просто ребята выручайся это за грани моего понимания возможно я для себя когда-то открою может я когда-то посмотрю там битву экстрасенсов или что там идет где они будут отмазывать и воткнув в себя новые вот эти вот иглы знаний начну их исследовать трогать прощупать свой диван на предмет колья я как к венщик должен спросить тебя по кв не был я был недолго это такое было короткий опыт этого знаете когда едете там в германию то вы проезжаете вот польшу ну да как бы в ней не останавливаешься но ты как бы вроде бы посмотрелось макдональдсе там в туалет сходил а потом ты сделал команду в одно лицо да я пришел в команду квн которая была уже в университете на тот момент я там не прижился я даже одну игру не сыграл я подрался с капитаном еще до начала я пришел тогда из боевых искусств и ну я был вот именно принципиальным парень пареньком который вот ну вот если что-то происходит не по пацански назовем это так то я как бы могу там в торец дать через одеяло чайником нормально нормально и меня выгнали из команды ну как выгнали ну как бы сказали что не хотели бы чтоб я больше продолжал как бы контактировать с этими ребятами я ну как бы было задето мужское достоинство я пришел в университет говорит так ребята к одногруппнику он говорит так все сюда я буду писать юмор мы должны короче собраться у меня этот квн вообще нафиг не нужен но мы должны собраться выиграть эту команду он говорит ну окей и я попробовал играть с ребятами в итоге выиграли у той команды которая была уже в университете на тот момент но за счет импровизационных конкурсов то есть понятно визитки у нас были своеобразные очень а еще вот собственно не вкусивший вот этой вот редакторской редакторского состца не получивший новых знаний я потом объясню у нас будет поздно покажу в фонке и в общем и вот мы выиграли тогда а я понял то что за время подготовки я посидел наверно на пару на пару тонов потому что ну кроме меня это никому не нужно было то есть у меня была мотивация всех наказать а у ребят была просто мотивация прогулять пару пары здесь не совпадение интересов было я понял что я не могу играть с кем-то в команде вот на тот момент я думаю и я вообще не хотел играть в квн меня пригласили там увидели там мой какой-то юмор пригласили автором в одесский comedy club я пришел начал писать и я понял что я хочу выступать там опыта сценического не было я решил опять вернуться в квн сделать команду квн из одного человека чтобы максимально впитывать весь возможный опыт одновременно происходящий на сцене и собственно так произошла от команды квн и многие другие параллельно я там набирался опыта и участвовал в различных comedy организациях вот смех без правил был я его выиграл на тнт убойная лига проект то есть вот как-то я ушел туда потом я понял что то есть меня не радует шутить ради шуток вот поэтому эти структуры были денег захотелось не близкие нет дело не в деньгах дело в том что мне нравится удивлять юмором не смешить то есть я ищу формы увлекающие воображение больше чем там ум и мозг то есть мне больше нравятся вообще сломы а там к сожалению вот там на момент попадания в убойной лигу уже появился некий формат и публика которая платежеспособна там и ну скажем так та которая является платежеспособная аудитория телеканала она хочет чуть-чуть расслабиться то есть ей не надо напрягаться перед телевизором вдуматься что он сказал им хочется расслабиться да 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 и и и пусть светлаков еще что-то сделает вот такого хочется хорошо а вот скажи ты вот команда квн в одно лицо это вот это эгоизм или вся слава ну эгоизм просто превосходство а почему а почему ты не решил дальше идти до вышки допустим я выиграл первую украинскую лигу и я попадал типа автоматом в премьерку и я приехал в сочи там круто выступил но меня не взяли ни в одну лигу потому что на тот момент я уже был победителем смеха без правил а в квновских структурах есть некая монополия на лицо и на собственно на тебя в телевизоре поэтому мне сказали чувак ты там уже засветился ребят я отказался все у меня нет смеха нет убойки хочу к вам они конечно жалеют плачут в рамках напишет но не шлет мне эти письма ты бы хотел вернуться в квн нет почему я я отлично себя чувствую на своем месте хорошо слушай ну давай наверное потихонечку придем к твоему музыкальному музыкальному хотел сказать прошлому но будущему музыкальное настоящее и будущее ну почему нет слушай ну получается ты пришел на фабрику звезд вообще я пришел из других структур не украинского косинеладзе я пришел меня одногруппница попросила прийти подержать ее в толпе там подыграть но нет все-таки ты умеешь музыцируешь ну то есть я на тот момент гитару брал в руки и она мне сначала нужно было для того чтобы переделать какие-то песенки в камеди опять же в бойку а потом я хотел поступать в щуку в театральное училище московское и для того чтобы удивить приемную комиссию я думал ну начнем писать какие-то песни приду там кто-то рассказывает авторские басни стихи а я песню спою актерскую и собственно я начал писать их написал несколько штук и параллельно я с ними выступал там на поэтических баттлах я любил приходить в одессе там проходили в клубе шкаф ну и тут мне позвонит подруга говорит слушай приезжай а меня это увлекло потому что песня прикольная новая вот у меня есть одно из кредо моих это что хочешь быть интересным удивляй то есть это касается не только окружающих это касается в первую очередь самого себя нужно уметь удивлять себя поэтому этими песнями я себя удивил типа ого нифига себе я еще могу так могу в этом развиваться и я попросила подруга прийти туда я думаю возьму гитару с собой чего бы нет взял гитару а там куча красивых девочек в толпе тусует свет понятно вот я здесь останусь безусловно все происходит ради непрекрасных и я решил как-то привлечь их внимание я начал писать песенку написал песенку с припевом каждому лозеру по продюсеру каждой твари в руки по гитаре не пойти просто рот откройте остальное за нас делают сами и там было как раз о кастингах начал петь там начал собираться какая-то минимальная толпа вокруг меня класс и вышли люди с камерами увидели где собирается минимальная толпа туда им же нужно снимать интересные какие-то штуки для сюжета начинает снимать меня остальная толпа видит где люди с камерами туда и получилось что вокруг меня вообще образовалась какая-то круговая порука собралась эта толпа меня взяли за руку и несмотря на то что я не стоял в очереди там было человек 700-800 наверное занимать бессмысленно они меня за руку и во вход все очереди завели вовнутрь сейчас мы покажем кости миладзе хрен его знает кто такой кости миладзе знаю валера миладзе прихожу там какой-то чувак сидит в очках заикается нифига себе на него умолилась моя мама давайте это вырежем ребят пожалуйста по моему сейчас карьера закончится у человека слушайте давай потихоньку дальше мы пройдем сейчас у тебя новая песня ради красивых детей да есть такая да давай вот давайте давай прям по пара пару слов и мы посмотрим клип пару слов о песне или пару слов продолжение темы предыдущей темы мы уже забыли о песне я штука начал о песне ну слушайте отличная песня мне кажется если у вас есть какие-то заболевания не знаю сердечно-сосудистые они сейчас пройдут внимательно слушайте на громкости не менее 32 единиц вот такой вот клип за колей а вот такой вот за коля сидит у нас в студии а вот такая вот юля сидит с правой стороны у нас барабашка местный бородач я вот и если русский язык плохо знаешь не надо бородач бородачка бородачка коля скажи мне вот посмотрели сейчас клип клип кто придумывает твои клипы я придумываю сам придумываешь хорошо а просто это вот второй клип я открою тебе маленький секрет который я увидел из твоих произведений у тебя сколько всего сколько всего 5 вот второй клип я вижу они все у тебя такие знаешь сейчас немножко профессиональным языком одноплановые да то есть все происходит в одной картинке это он решил похвастаться просто нет мне просто интересно почему они не одноплановые там там разные картинки там разные локации там наоборот первая часть локаций много а я имею ввиду что первая часть клипа происходит вот совершенно в другой динамике отличная от второй половины была задумка мне понравилось практически вся первая часть она происходит вообще одним одним планом идет а дальше идет на рубка ну потому что это то есть и музыка и эти клипы они ориентированы больше на интернет аудиторию а сейчас она ей надо много информации более репризной то есть да то есть визуальными визуальными премудростями сейчас но не особо удивишь людей им больше надо сейчас наполнение это очень радость что клип уходит из пустой картинки в более в текстовые варианты текстовая считываемость то есть каждый там здесь в каждой локации есть своя реприза как это было в макосинах там в тех же то есть там как только вот меня там кто-то из режиков профессиональных любил там рассказал блин ну все ну монтаж не очень я говорю ребят идите в задницу при другом монтаже ты будешь из-за высокой скорости динамики смены кадров ты не сможешь считать сложные сложные объяснения каждой из локаций каждой картинки потому что там действительно такие есть абсурдные вещи которые ну ты даже просмотрев отдельно этот видос с этой записью и сразу поймешь что произошло ну то есть ты двигатель своего проекта да ты без продюсера сам да классно без продюсерный а песни сам пишешь сам пишу никто не помогает а музыку тоже пишу сам то есть такой вот конвейер музыкальный где-то тихо-тихо за плечом загрустила его муза ну вот вот тихо да мне с ней пополам сейчас муза не здесь она там пашет а понятно делим делегирование полномочий когда она на эфире я очень модно очень модно знаешь там после некоторых песен такой вот песню на английском ждать от тебя пока наверное нет я не обладаю английским языком в том совершенстве в том объеме чтобы делать это действительно красиво мне кажется что дилетант я не люблю делать что-то на пол шишечки и это правильно давай давай мы с тобой немножко поговорим о твоей карьере вот как ведущего теле ведущего давайте был такой вот прекрасный проект орел и решка он есть он и есть действительно да видимо я выпал из жизни я не буду спрашивать как ты туда попал да потому что всем известно кастинги и так далее так далее расскажи мне вот что вот из тех мест как где-то и побывал куда бы ты вернулся вот прям вот вернулся вернулся да практически все места где был они они заслуживают как минимум второго посещения есть места в которые я бы приехал бы на дольше давай давай чуть-чуть перефразирую куда бы я бы где бы остался жить жить я не знаю мне здесь комфортно жить мне комфортно жить в наших странах украине в россии это потому что здесь люди здесь другой менталитет мне сложно будет существовать в других условиях скажем как национальных ну как-то приятно все интересно но только в небольшом количестве как это экзотическое экзотика которую она как приправа яркой ну когда много она перестает быть приятной на вкус она начинает раздражать поэтому я предпочитаю жить здесь и просто много путешествовать хорошо возможно я бы там смог жить где-то там не знаю в лосанжесе возможно это я не верю это потому что там очень много наших и как меня там очень много и наших очень много моих и ваших и наших там очень много слушай а куда бы ты не вернулся вот если бы тебе сказали коль а вот давай вот вернемся вот туда вот и ты бы сказал не-не-не-не-не-не-не-не вот туда никогда в жизни тоже не знаю нет таких стран везде все интересно и все по-своему опять же все зависит от цели цели с которой поехать к примеру там один из самых скажем так сложных опытов это там была у нас эфиопия но это не значит эта страна не интересна просто мы там посетили не те места которые не успели посетить по-настоящему интересно там надо больше времени надо выбирать чуть-чуть другое время года то есть в каждой стране есть что-то интересное и люди бы там не жили скажи мне пожалуйста я вычитал а я читал про тебя давай может комменты почитаем мне интересно здесь задает вопрос о том что по ночью со мной будет в интернете песня будет но я думаю ближе к октябрю это она будет составе альбома который будет называться отличный поп для отличных поп и вот здесь пишут тебе много из казахстана пишут что поклонницы и всем просит передать привет оптом передали всем привет всем привет всем вам большой привет кто постарше здравствуйте спасибо большое тебе а то ты сидишь справа здесь вот и молчишь ты мне не даешь пообщаться а то прям придет мужчина придет мужчина все перетянул у себя сел рядом и даже не дает мне вот я сейчас еще у меня еще еще пара вопросов и потом моя очередь а потом я буду задавать ему давай у нас такое три обуви я вычитал про тебя а я читал про тебя это очень важно я повторился я кстати я только рассказал что такое дежавю ему две минуты назад он теперь понимает о чем то извини да спасибо большое ты занимаешься дайвингом да у тебя есть лицензия дайвингом какая advanced сколько сколько чего погружений глубина максимальная твоя глубина по-моему то ли 35 метров ну типа мне можно погружаться я погружался глубже 30 можно мне тоже advanced да вот 30 разу да вот до 16 по-моему это первое open water до 16 до 30 deep advanced это уже до я ныряю там до 40 до 45 сколько где где тебе больше всего дорогие все натальна сошла с моих гуд где больше всего понравилось нырять да очень понравилось мне нырять на мальдивах понравилось нырять так на филиппинах тоже интересно какое карибское мальдивы это карибское бассейн не-не-не-не мальдивы это чуть в другом месте это ближе к индийскому океану то есть к индийскому океане острова вот такая вот кубанская школа учитель географии ребят это глобус дальше разбирайтесь сами да вот примерно так все у нас и было так ребят это глобус это кубанская это кубань сейчас играем в нарды да на мальдивах очень круто там прям насыщенная подводная жизнь но там сильные течения и и поэтому в этом есть свой кайф в этом есть свой как бы минус но вообще погружаться по дайвингу я менее люблю чем фридайвить я больше люблю вот я как раз хотел спросить про фридайвинг да вот там я на 35 а мне надо никаких лицензии там да твоя лицензия это твой легкий твой организм на сколько ты можешь задержаться на 4.30 я занимался статей подержал не кисло не кисло на 35 в глубину сто плавал в бассейне да вообще молодец да и я еще вот вопросы про татухи вот я все левый левый глаз у меня видите это я хочу вот про вот это вот спросить это вот скелет рыбы состоящий из живых рыб да это о том что по одиночке у нас больше мяса чем когда мы собираемся в сообщество больше органов мозгов сердца это кстати в тему спасибо вспомни в школу вспомни в школу это в тему того что я тоже я же тоже читала понимаешь готовилась вот мне очень понравились его стихи так как я тоже пишу и он настолько творческая натура что если кто-то еще не читал пожалуйста давайте устроим стихотворный батл что-нибудь из неизданного а я ничего не изданного я имею ввиду то что еще нет на просторах интернета может быть наоборот самая любимая там что-то наверное проще мне понравилось мне тоже классно ты рассказывал про клип макасины да расскажи нам еще что-нибудь а почему такое название просто макасины да а там такие слова в песне есть не-не-не логично ну конечно логично можно это так любой я имею ввиду как родилась вот эта песня про макасины я писал песню вообще если бы ты был дагестанец я бы вообще не задал этот вопрос я бы все понял а так тут много вопросов чтобы ты завтра проснулся отличный мужчина я сегодня засну с тобой я искал долго рифму к этой строчке что-то ехал придумал парни я придумал что левый каждый второй я понял что надо что-то про обувь думаю блин макасины очень странная обувь но пусть будет я представляю парни как макасины я придумываю эту рифму идет где-нибудь по центральной улице заходит в торговый центр рифма 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 и дана эй братички подойди сюда есть такой точно макасины и мы сейчас посмотрим клип макасины да давайте я тобой пьян мне не надо другие мне бы градус не сбить не хочу понижать там где исты там погоды такие ртом молекулы счастья можно жадно глотать что за дела сердце бьется так странно пропуская удары один за одним сорвать бы с тебя чуть погаснув женин знаешь а ты достойна самых лучших парни как макасины левый каждый второй что ты завтра проснулась отличный мужчина я сегодня засну с тобой парни как макасины левый каждый второй что ты завтра проснулась отличный мужчина я сегодня 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 засну с тобой парни 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 как макасины левый каждый второй левый каждый второй что ты завтра проснулась отличный мужчина я сегодня 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 засну с тобой парни парни как макасины парни как макасины парни как макасины парни как макасины и под прекрасную музыку за коле в живую мы вернулись дорогой мой зритель эх классно играет давай мы с тобой болтать подложечка подложечка такая уважаемый зритель если вдруг у тебя есть какой-то вопрос к нашему гостю а у нас гость гость сегодня за коля звони 8495 276 2949 или пиши вконтакте спасибо вконтакте юмор по-русски тв по-английски ждем ну сыграй нам что-нибудь что-нибудь из любимого своего или из моего любимого что-нибудь это надо же мастер пикапа есть мягкие дни неосторожные твоих движений и настроений лезут под кожу мне б не спугнуть раньше рассвета вместе уснуть под странные рифмы лунных сонеттов навсегда по влажным переулкам Лучат ночного солнца, гуляют наши мысли И шерчутся о чём-то, мне страшно не проснуться И больше не печально, какие чувства такие тварины Сладкие брызги воспоминаний Смело вдруг летают вокруг, сбиваются в стаи Мне б заманить их глубже куда-то И в кулаке твоём кулаке надежно запряты Навсегда По влажным переулкам, плудя от ночного солнца Гуляют наши мысли, шерчутся о чём-то Не страшно мне проснуться, и больше не печально Какие чувства такие тварины Люди смотрят в телескопы, но только в лужах Звёзды ближе, можно даже зачерпнуть ладони По влажным переулкам, плудя от ночного солнца Гуляют наши мысли, шерчутся о чём-то Не страшно мне проснуться, и больше не печально Какие чувства такие тварины Такие Круто, круто Спасибо тебе большое Слушай, ну вот послушав сейчас песню И послушав предыдущие песни, Коля ушёл Вернись, вернись, пожалуйста Вернись, пожалуйста, к нам Ну правильно Отыграл, будь добр Верни инструмент на место Коль, скажи, вот у тебя песни такие очень контрастные Я просто сам по себе контрастный человек Мне кажется, что очень странно ограничиваться одним стилем Потому что это то же самое, что ограничиваться одним чувством Либо одной эмоцией Человек это всегда спектр чувства и эмоций Поэтому я честен в своих песнях Поэтому они у меня бывают дурашливые, ироничные Бывают философские, бывают лирические Зависит от настроения Потому что каждая песня, это своеобразная призма моего восприятия мира И моей реакции на это восприятие То есть фраза, если хочешь чем-то Если хочешь делать что-то хорошо, делай вот одно что-то И вот тогда ты будешь супермастер Мне кажется, это неправильно Абсолютно Спасибо Если у тебя получается делать хорошо только одно То делай, конечно, одно Если получается делать хорошо много чего, то делай все Ладно, давай перейдем к вопросам из наших... Из другой страны, если ты не попробуешь, откуда ты знаешь, получится у тебя это хорошо или плохо Вот здесь я с тобой целиком и полностью согласен Скажи мне, пожалуйста, вот первый вопрос... Ну это не будем... Здесь очень многие спрашивают про концерты по России Это потом свяжутся концертный директор и ответят на вопрос Я предусчитаю, что будет проще, если человек связан с концертным директором Да, или так, да А, ну не, ну просто ты можешь ответить Да, будут концерты по России Концерты по России, конечно, будут Все для этого дела Уважаемый зритель, будут концерты по России А вот здесь вот такой вот интересный вопрос Коля, а участники твоей группы не возмущаются? Мне кажется, что музыканты, которые не хотят, чтобы у них были концерты по России Но не ходят на эфиры российских музыкальных каналов Человеки вообще не закрываются дома и сидят такие Не зовите, не зовите Кажется, только бы никто не узнал, что я пою Ну они просто здесь очень много городов спрашивают, где, 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 где Но будут, ждите, ищите на афишах Вот здесь вопрос А участники твоей группы не возмущаются, что группа названа твоим именем? Вообще не возмущаются Зачем возмущаться? А Коля просто поступил проще Он всех музыкантов взял с именем Коли Да, ну чтобы никто не обижался За Коли И каждый может приходить и говорить А, это моя группа, все нормально Коля, я вот, вот ты здесь банками своими светил, да? Я бы сказал, не светил, а освещал просто Да, и ты просто Святая студия Вбил последний гвоздь в мои комплексы, понимаешь ли? Ты спортсмен Да, я спортсмен Чем ты занимаешься? Какой вид спорта? Сейчас занимаюсь бразильским джиу-джитсу, кроссфитиком И бегаю там что-то по утрам У тебя легкая атлетика Ну вот основной это сейчас все-таки бразильское джиу-джитсу Давно ты занимаешься? Нет, я недавно начал Я раньше занимался тайским боксом, семидо, миксфайтом А сейчас открыл для себя вот такой Я понял, что мне в миксфайте, в смешанных единоборствах не хватает непосредственно борьбы в портере И, собственно, бросковой техники Поэтому я решил подтянуть себя пока в бразильском джиу-джитсу То есть ты хочешь потом выйти в шестиугольник? Забыл назвать Нет, мне хватает девяти матников Девять матов у нас в зале А у нас звоночки есть? Я этим занимаюсь не для показательных целей Привет, звонящие Здрасте Алло, алло Алло, здравствуйте Здрасте Как тебя зовут? Кирилл Кирилл, здравствуй У меня такой вопрос Когда Коля с Орелой Решка поедут в Афганистан? В Афганистан? Когда Коля с Орелой Решкой поедут в Афганистан? Ну, я думаю, это будет одна из последних серий последнего сезона Может быть, следующий сезон, не знаю, через один Есть некоторые страны, в которых очень сложно договориться Я думаю, что не думаю, а действительно с Афганистаном были переговоры И с Афганистаном, по-моему, и с Туркменистаном И, по-моему, даже либо Таджикистан, либо Узбекистан где-то Не были в рамках сезона СССР, они договаривались Не получилось договориться Вот мы даже снимали в Марокко, недавно полетели в Айсуэйру И нам не дали разрешение на съемку У нас в итоге, типа, серия не вышла Очень многие вопросы решаются непосредственно на высоком уровне Потому что есть страны, в которых нельзя снимать Если увидят, что ты снимаешь, могут посадить в тюрьму То есть мы вообще, в принципе, ездим снимаем неофициально У нас нет разрешения Но в некоторых странах Потом мне есть герои, я тебе расскажу одну историю А давай к теме вопроса нашего вернемся Мне просто очень интересно Ты веришь в чудеса? Безусловно Ну я верю, что все чудеса мы делаем сами Вот так вот Каждый сам себе волшебник Слушай, вы сговорились что-то сегодня? Нет, это реальность Я предпочитаю верить в то, что все в силах человека Потому что это открывает весь спектр ответственности И весь прожектор ответственности направляет его на тебя Потому что когда ты веришь в чудеса, в потусторонние силы Ну, вот, по крайней мере, у меня так Меня это, к примеру, расслабляет Ну, понятно А как ты думаешь Когда ты веришь в фатальность судьбы Ну, типа, а что делать? Зачем мне сегодня вставать в 6 утра И решать свои деловые вопросы, заниматься работой Если все равно, там, мне наверняка предрешено Это лень, скорее, о чем ты говоришь Это лень, это не чудо Это является подпиткой лени Да, это безусловно Это лень, но лень должна быть чем-то подпитана Хорошо Лень присутствует у всех Просто люди, которые понимают, что от них все зависит Им надо именно максимально втаптывать, чтобы добиться больших результатов И их лень, она минимальный акционер в их жизни То есть у нее меньше 25% Нет права голоса Понятно Скажешь так У нее вот так, когда она слабой, не основной акционер лежит Говорит, слушай, лень, а что там, у тебя есть какие-то мысли? Она говорит, слушай, может, Египет вольняет Неплохая идея, давай поглядим через неделю Вот так вот это может произойти Это в этом есть, конечно, общая между чудом и ленью А с талантом рождаются или его нарабатывают? Не знаю, мне кажется, что нарабатывают Но есть какие-то задатки у каждого разные Просто вот я скажу про себя То есть что поэтика, что музыкальность Во мне этого не было вначале Я это все развивал, мне это им хотелось заниматься У меня есть один из моих там величайших талантов Которых я вот прям очень рад, что он у меня есть Это умение учиться и работать Я очень целеустремленен Поэтому я захотел там петь Я когда приходил там на фабрику, я вообще не пел Я занимался, фигачил Мне там говорят, ты не поющий Я говорю, да, пошли вы все Ходил искал педагогов, искал там себе какие-то Скачивал книги, слушал какие-то видео уроки в Ютубе И в итоге я в себе там что-то развил То же самое в музыке, в понимании музыкальной грамоты То же самое в поэтике Можно сделать вывод, с талантом не рождаются Талант развивают Не, он безусловно должен быть какой-то Потому что это как направляющие Помните, вот эти вот раскраски Книжки-раскраски Ты берешь, типа, опа Она вроде бы такая графическая картинка Либо там, где пунктиром линии ты должен их соединять Причем эти пунктиры, это твоя предрасположенность А уже твоя целеустремленность наводит эти пунктиры И получается прямая такая линия Либо целая линия твоего таланта И в твоих силах, типа, довести ее до конца Либо бросить на полпути Слушай, ну расскажи какой-нибудь случай Из твоих путешествий Который вот прям тебе врезался в голову так сильно, что Верю, но есть, я уверен, есть нечто такое Я однажды в аэропорту на Палау Мы улетали И я шел в наушниках У меня гитара сзади висела Чехол И я смотрел, вокруг меня люди расступаются Что происходит Все, типа, в сторону И говорит, ко мне полиция И мне чувак, режиссер наш, типа, толкает Типа, Коля, Коля Снимай наушники, говорит, что Он говорит, у меня метроном включился Потом, пип 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 Это смешно Все нормально, смотрите, это метроном Вот он выключился Все До свидания Алла, я в бар, да Это примерно вот из этой А что-нибудь такое вот ты вкусил, поел Чтобы вот сейчас бы, вот прям вот сейчас Ты бы вот не отказалась Я, конечно, так говорю, как будто это сейчас каши мы принесем, но нет Я много чего Из блюд, да, вы имеете в виду? Да Я много чего пробовал вкусного, по-настоящему Но, к сожалению, большинство этих вкусных блюд я сейчас не ем Я вот, не знаю, пока что отказался там от мяса, от рыбы Пробую, каково это, быть зеленоедом Ну, наверное, бы не отказался от каких-то деликадазов Ну, ты, значит, если отказался от этого, ты не употребляешь алкоголь, наверное, да? Да, не употреблял алкоголь Не употреблял, да? Я правильно все услышал? Не, не употребляю, я до 23 лет не употреблял алкоголь вообще Потом какой-то у меня был период, я Я считаю, что нужно, нужно вкусить в жизни, нужно пробовать, нужно понять, что Просто, когда ты отказываешься, не понимая, что это, это глупость и страх Когда ты отказываешься от чего-то, понимаешь, что это И при этом не боишься этого, то это полноценный выбор твой И сейчас все подростки страны пошли пробовать героин И скажу, мама, мама, ну я должна попробовать, от чего я отказываюсь Нет, пусть начнут с чего-то полегче Пусть возьмут, что там, квас Начнут с кваса, поймут, как бы дойдут Мне кажется, они остановятся раньше, чем дойдут Я могу сказать про сигареты Когда в школе люди бегали за школу и курили сигареты Я вот это время тратил на девушек Ух ты Да, на переменных я ходил, общался с девушками Представал, нет, с тех пор я понял, что курение, оно не нужно В принципе, это лишняя трата времени и всего остального Я не знаю, сигареты вообще прошли как-то мимо меня И в школе позже как-то не тянуло меня Может быть, в тот период, когда ребята начинали пробовать и Пытались пристраститься к этой глупой привычке Я как раз был вот в жестком спорте и я прям, мне было некогда Ну да, кто чем? Мои мысли было некогда, да, а потом как-то я перерос, может быть Я не знаю, вот как-то не связалась у меня с сигаретами Давайте посмотрим еще один клепец Нет, я пробовал Я пробовал в пятом классе с Наталью Попробуй сигареты и я помню, что я очень покашлялся Нет, давай ты, нам нравится очень всем Да, правда Хорошо Песенька, песенька о тебе, Юля, тому, кто тебя поцелует потом Мы вернулись, мы вернулись, я, Гарик Петросян, Юля, просто Юля и Зе Коля Давайте вернемся, давайте, давайте мы вот вернемся Здесь вот почему-то у тебя упрекает, что ты не заходишь в беседы Почему ты не заходишь в нашу беседу? Ну это, наверное, может быть, люди спрашивают, почему ты не заходишь сейчас в пятом? Ну потому что... Коля играет на гитаре и ему некогда Простите его, пожалуйста, от всей души просим Ты хочешь нам сыграть еще что-то? Нет, просто учат ноты На самом деле я очень сильно завидую людям, которые умеют петь Потому что когда я пою, я теряю друзей прям По расписанию у меня занятия на гитаре Ну, ребят, простите Проходите, мне надо позаниматься Я учился играть на гитаре целый месяц, представляешь? И я понял, что я не хочу играть на гитаре Да, потому что вот пальцы, левая, пальцы на левой руке просто... Да ладно, это ты просто лентяй Да У пианистов пальчики собраны Ну да Ну потом просто мой учитель поломал свою гитару и... Мне не на чем было учиться А что-нибудь повеселее? Ахахахаха Такой, знаешь, реставр Взлехоля, а сделаешь что-нибудь повеселее? А может кабриолет? Я уже начал играть в этом, когда играю А потом будем открывать стол за газом Это будет сейчас песня, да? Угу И скажу Проходи Но только будь другом Еще разок покажи Ты вышита нитками и цветов На нежной поверхности облаков Красивые бабочки твоих слов Кружат над моей головою Ты так волшебна Что отбрызг этой магии Станет священную Все к чему Прикасаешься робкими взглядами Рисуешь мои сны Та-та-та-та-тута-тута-тута-тута-тап Ты вышит от нитками и цветок На нежной поверхности облаков Красивые бабочки твоих слов Кружат над ноги голубой ухем Ты вышит от нитками и цветок На нежной поверхности облаков Красивые бабочки твоих слов Кружат над моей головою Круто-круто-круто Слушай, а вот ты песни как пишешь? Вот ты садишься и пишешь песни Или тебе прям волной может что-то нахлынуть Да по-разному В основе любой песни лежит идея И в зависимости от того, как она приходит Иногда ты начинаешь писать, накидываешь какие-то слова Рождаешь, ну образ песни, о чем она Вот каждая песня должна быть о чем-то Должен быть у нее характер И как только появляется характер песни, то значительно проще Дальше включается уже ремесло И ты уже начинаешь там прибирать слова Самые странные места, в которых тебе приходило прям в голову Вот, вот она песня и ты начинал писать Да фиг его знает, я в принципе Почти всю жизнь шляюсь по каким-то странным местам Поэтому сложно выделить Странное это понятие весьма относительное Что странное для меня может быть Вполне нормальное для вас И то же самое наоборот Ну то есть ты как, в телефон пишешь, на диктофон, на бумагу? В основном я пишу в телефон заметки Либо вот собственно на диктофон записываю Иногда на бумаге где-то Иногда запоминаю там во время утренней пробежки, к примеру, запомнил Бежишь думаешь Донести бы только Добежать бы Слушай, ну у меня вот такой вопрос Получается ты свою карьеру начал с юмора Да И перешел в музыку Ты не жалеешь об этом? Да вообще нет Я не делаю что-то, о чем я потом жалею Нет, ну я имею ввиду, что тебе ближе музыка, а не юмор Или музыка? У меня музыка ближе А как ты вдохновляешься? Жизнь Я в принципе Все, что меня окружает, оно вдохновляет Ну просто кому-то нужно влюбиться, допустим Это слабаки все Классно Хороший ответ Ясно А самый странный сон у нас просто сегодня тема такая Сон самый странный Какой-нибудь Мне сегодня приснился какой-то сон, где я со своей помощницей Мы что-то снимали Видно, либо фотосессия, либо что-то Мне нужна была инвалидная коляска Ну типа я в нее сел А, у нас на съемках этого клипа А нет, в этом Мы сейчас Лолите снимали клип И там был один из персонажей Дедушка на инвалидной коляске Я помню, что там второй режиссер Гонял на этой коляске Видно, у меня как-то спроектировалось это мой сон И я начал гонять на этой коляске, на инвалидной И что-то нужно было зайти то ли в аптеку, то ли куда-то Там было несколько окошек Окошек Окон И там была очередь Ну и Инна подбегает что-то покупать Я с ней, собственно, подъезжаю, дурачусь И люди видят меня, типа Ой, пропускают А я что-то У меня клевануло Я думаю, блин, вот это Как я сейчас людям объясню, что я дурачусь Это нехорошо Я начал притворяться, типа я реально На этой коляске Подъехал Начал себя как бы силой мысли Пытаться, типа, ноги отключить Такой Очень странный сон Я проснулся в таком комнате Непонятно, что я не думал зачем Просто к чему мне приснился этот сон Юля, мне хотелось что-то вне эфира рассказать Такую тайну раскрыть маленькую Да, был Да? Давайте сейчас посмотрим клип «Такие тайны», а ты мне расскажешь потом Мы вернулись Ура! Юля, вот эта история была прям вообще Я так старалась себя удивить Да, ты молодец, ты большая молодец Да Скажи, пожалуйста Но мы вернемся к нашему гостю Да Спрашивают в нашей группе ВКонтакте Ты чисто украинец? Да Понятно Такой вот ответ Браво! И тут просто ступор, думаю, сейчас будет история Опять вы знаете, я там А тут просто все понятно Нет, я бы еще спросил по поводу «Орла и решки» все-таки Да, давай Были ли какие-то у тебя стычки со съемочной группой Что вот вся съемочная группа говорит «Коля, делаем вот так» Ты говоришь, знаете что? Нет И вот Там Нет, прям таких стычек не было Мы искали всегда компромиссы То есть, если я что-то не хотел делать, то это было аргументировано Я хочу перейти против аргументов Опять же у нас в ВК спрашивают Планируют ли Коля записать с кем-нибудь дуэт? Да нет, не планировал А если к тебе предложили С бурановскими бабушками Они что-то нынче популярны очень на дуэты, да Да? Да Они, кстати, очень много сейчас с кем записывают Но мы сейчас говорим о тебе, поэтому Но с кем бы ты хотел записать дуэт? Вот с кем бы тебе интересно было? Из российских? Мне кажется, что дуэт ради дуэта это глупо Нет Странно Имеется в виду дуэт, который вот прям творчески тебя бы вдохновил очень сильно Надо понимать Понимать для чего Есть очень много артистов, которые меня вдохновляют И которыми я восхищаюсь Но дуэт с ними зачем? Это как животные в лесу Белка прекрасна, пока она сидит на ветке Когда она сидит у тебя дома, это уже не такая прекрасная белка Да? А вот еще вопрос Я радуюсь своей белочке Извини, а у меня мои белочки не радуются Мы о твоей белочке поговорим в следующей передаче Обязательно смотрите нас Монстры под кроватью, действительно Да, да, да Есть ли у тебя мечта и сбылась ли она у тебя? Вот спрашивает Ксюша В принципе, вся моя жизнь мечта на меня сбывается То есть твои цели исполняются четко и... Ну, иногда с небольшими задержками, иногда раньше, чем я ожидал Класс Это же не аптека Есть какой-то секрет Просто действовать То есть без справедления Просто, конечно Секрет в том, что я не полагаюсь на удачу, не полагаюсь на какие-то внешние факторы Я фигачий, когда вдруг неожиданно появляется удача, случай и т.д. и т.п. Это всегда приятно Класс Ну, как бы я бы и сам это сделал, но класс, спасибо Вот так вот Я предпочитаю такие эффекты А сколько человек у тебя в группе? В группе... Ну, я вот нашел ребят здесь в Москве, хороших музыкантов Их вот трое Они отдельно играют кавер-бэнда Mercedes Dance Очень круто работает, это лучшая кавер-группа, которую я вообще видел Поэтому я их пригласил играть со мной Вот так А как долго поешь? То есть мы как бы слышали... Как долго музыкой вообще занимаюсь? Ну да То есть получается с фабрики, да? Ну да, лет 5-6 Хорошие результаты За 5-6 лет Научиться петь Мне вообще казалось, что это просто невозможно Мне казалось, что с этим либо рождаются люди, либо... Умирают Да, либо все Одно из двух Мне кажется, я с этим умру Ну я не буду спешить У меня знакомый нефтяник Он ездил у него... Хорошо, все, он точно Да Все, у меня знакомый нефтяник Ты добился своих эффектов, пошли звонки Смотри, он ездил, значит, за неделю у него было 3 перелета Но он рассказал мне почему-то о двух Первый это в Ирак И из Ирака в Дубай И вот в Ирак, когда они прилетели Ему сразу его одели в бронежилет Да, со стула Вот, в бронежилет Посадили в броневик Отвезли в отель У отеля 4-х метровые стены Выходить оттуда, естественно, нельзя И следующая, он говорит, моя поездка Это была из отеля, также в броневике в гостиницу У тебя что-нибудь подобное? Вот типа наряжки упаковывали нас Ты хочешь спросить? Ну, я скажу, что, во-первых, он нефтяник Ему есть что терять Нет, у нас как бы все было значительно проще Вот мы когда снимали в Колумбии У одной из групп, потому что богатая была группа Чуть другой бюджет У них был типа броневик Ну, они думали, что это броневик Потому что им сказали так, типа, ребят И есть на выбор две тачки Одна реально бронированная Но по ней фиг скажешь, что она бронирована А другая нифига не бронированная Разваливается, но внешне она выглядит как бронированная Ну и, конечно, продюсеры и режиссеры решили Давайте ту, которая, короче, нифига не бронированная Но выглядит как бронированная И поехали в ней на Бандицкий район И там оторвали им дверь Класс, как мило Оператор получил по лицу от какой-то проститутки Отбегала Ой, в этот момент особенно приятно Ты знаешь, я на самом деле люблю такие истории Они просто снимали, а там их много стоит Либо, собственно, девушки легкого поведения Либо легкого поведения за высокую цену, скажем так Либо ребята, которые их охраняют И, собственно, благодаря ребятам, которые их охраняют Они тоже довольно дерзкие вот эти вот девочки становятся Она просто подбежала ей по лицу к тысяче операторов И оператор ей крикнул слова из твоей песни Знаешь, что? Он завизжал слова Он завизжал словами Иди в же на ПМЖ За Коля Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok